всех приветствую дорогие друзья мы продолжаем сборку нашего сау с 51 по схеме идет сборка ствола так как ствол у меня уже готовы есть вот такой приятный красивый ствол здесь обязательно нас не заусенить зачистить хотя принципе там есть отверстие внутри ствола внутри приемной части вот этой вот сюда так и по сравнению с этим тут подлиннее немножко ствол мы установим вот так для того чтобы здесь была ровная поверхность гладкая круглая мы зашкуривать будем губкой мягкой здесь достаточно серьезные провалы в пластике вот но шпаклевка пользоваться не хочется поэтому я немножечко все-таки стачок вот здесь вот придется наверно все-таки нанести шпаклевку тоже провал серьезный стачивать придется много просто деталь сама отлита таким образом что видите здесь такое ощущение кого-то не долив вот шлифовка губка позволяет убрать этот провал очень аккуратно чтобы он был ровный чтобы деталь сама была ровной друзья при сборке есть некоторые артефакты не доливы переливы вот смотрите это все обязательно защищать таким образом вот так вот клеить не нужно никак вот поэтому сначала примерите а потом уже клеить обязательно все это надо убирать что у вас красиво все ровно села этот элемент пока клеить не буду установлю на сухую клей залить всегда успею пока не знаю еще под каким углом его надо ставить пока оставлю так сначала соберу при чем клеить а потом уже нанесу клей я должен посмотреть сходимость так но этот элемент нам любом случае надо будет приклеить так друзья все сошлось можно теперь клеить при близком рассмотрении модели и деталей оказалось что облоя и следов от пресс-форм достаточно много и большое количество приходится все это дело стачивать и защищать пластик достаточно крепкий плотный вот по большому счету если нож острый хороший то обрабатывается он нормально единственное что будьте аккуратны чтобы не поломать детали пользуйтесь вот такими вот губками они мягкие и хорошо шкурит такие вот поверхности сохраняя при этом конфигурацию детали сохраняя при этом и друзья посмотрите насколько мелкие детали так что будьте аккуратны не растеряйте их так и 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 узел здесь друзья мы соберем позже вот сюда на бобину надо намотать трос канат так называемый вот здесь в наборе он дан веревкой не хотелось бы ее наматывать я попробую сымитировать канат из проволоки несколько там двух или трех жильный скорее всего если получится если мне ничего не выйдет то я соответственно эту веревку сюда намотаю и после этого мы соберем вот этот вот узел вот он сам по себе здесь вот так что пока продолжим дальше без этого узла друзья вот почему вот этот элемент я не приклеивал потому что его надо сцентрировать вот с этим элементом и после этого его можно уже фиксировать вот здесь не приклеивается здесь просто устанавливается и смотрите если мы все это здесь установим а приклеивается только к станине вот сюда так это устанавливается вот сюда на станину и вот сюда вот вот так вот ставится все это дело если мы все это вот так вот установим здесь вот внутри везде вот тут там будет жестокий непрокрас вот поэтому я принимаю такое решение что скорее всего я вот эти все элементы установлю потом после покраски вот так вот видите все это ставится вот и ствол у нас будет ходить видите вот это колесико его тоже не надо клеить его просто туда бросаете устанавливаете все вот иначе она не будет вращаться и ствол у вас не будет двигаться хотя в схеме не указано что это колесико клеить не надо то есть там нет такого слова ноутоминт вот все у нас работает значит мы все верно установили ну соответственно это все мы приклеим позже так соответственно сюда мы это клеим вот так сюда это тоже клеится так раскрываем купа все здесь это дело остановлю остается оставляем вот так для того чтобы здесь ходила хорошо движение было вот здесь мы раскерниваем немножечко отверстия чтобы она двигалась достаточно свободно вот друзья все работает здесь мы не клеим и здесь мы не клеим думаю когда мы все это установим но будет нормально стоять и двигаться я думаю эти два элемента мы можем спокойно установить он будет стоять здесь так вот ничего этому не мешает абсолютно поэтому мы их просто соединяем и склеиваем друг с другом это будет логично так это мы здесь соединили вот так же можно будет и закрасить все остальное потом установим сверху теперь нам надо изготовить щитки друзья вот эти элементы из которых должна быть собрана вот эта лебедка и здесь посмотрите внимательно короткая втулка она входит вниз вот сюда вот видно а длинная втулка входит середину вот сюда вот на самом деле это не так все наоборот втулка длинная вместо короткая короткая вместо длинный если вы так не сделать то у вас ничего не получится соответственно здесь есть ошибка сейчас мы это покажем соберу я сейчас и покажу как это выглядит ну естественно на сухую соответственно насаживаем вот сюда как я и говорил все наоборот раз вот так же здесь входное отверстие 2 и здесь входное отверстие 3 так вот эти два элемента вот они ой вот вот так это должно стоять вот здесь соответственно это сюда бобину сюда одну вставляем чтобы закрепить потому что в нижнее отверстие эта втулка не войдет вот и соответственно вторую бобину да вот так вот сделаем вот так вот сюда и вот сюда вот друзья вот теперь вот теперь это у нас правильно собрано сейчас мы это все попробуем установить также на сухую вот сюда вот там где-то должно быть вот так вот должно быть установлено опа вот она встала видно да и здесь же давайте поставим борта сразу обязательно все примеряйте на сухую потому что как видите мы нашли ошибку в инструкции вот так и здесь же мы устанавливаем вот так один фиксатор и второй фиксатор вот теперь все верно вот посмотрите как это и должно быть бобины по большому счету можно не фиксировать они могут вращаться вот но здесь мы это все дело должны подклеить вот таким вот образом это на сухую не клею потому что на бобины еще надо кое-что намотать трос нужно намотать так что вот такая вот ошибка будьте очень внимательны один элемент можно сюда приклеить и установить вот он не будет особо мешать покраски сейчас я попробую установить ствол ну вот друзья это говорит о том что мы собрали все верно вот такая вот сложная конструкция у нас получилось видите я сколько будет не прокрасов если вдруг я все это приклею сразу а потом начну красить видно что собрано все правильно все элементы на своих местах здесь видно как все это будет устанавливаться и понятно что этот элемент мы сделали правильно вот эти вот лебедки вот которые оттягивают ствол и притягивают ствол по рельсам здесь еще есть два щитка которые устанавливаются вот сюда вот сюда и сюда вот так вот они устанавливаются их соответственно мы тоже поставим отдельно потому что и ибо не прокрас будет вот здесь вот за этими щитками проще так сделать на мой взгляд вот соответственно вот пожалуйста полностью собранная наша с 51 сал но не покрашенная соответственно кое какие элементы у нас как я еще раз говорю отдельно здесь мы все отдельно сделаем закрасим а потом потихонечку будем все это собирать и подклеивать я жду ваших комментариев жду предложений по поводу троса вот на эту лебедку как этот трос сделать 0 6 миллиметров если я его найду этот рост соответственно его просто куплю длиной он должен быть 250 миллиметров то есть 25 сантиметров вот если я найду я намотаю сюда если же нет ну соответственно буду использовать вот эту вот веревочку которая идет в комплекте и еще остается мне сделать тросы с ковышами трос здесь также дан веревкой естественно я этого делать не буду я найду такой же медный трос вот для того чтобы сделать тросы с ковышами вот и установлю их уже наверное в конце что я хочу сказать по поводу набора того что я собрал пластик жесткий облой есть в когда я делал обзор всего этого не видно было вроде все нормально смотрится все хорошо но когда ты начинаешь делать ты понимаешь что обло есть и достаточно его так ну маленьких количеств но везде вот и с отверстий приходилось вырезать везде следы от пресс форм даже на перилах я везде счищался практически с каждой детали их очень много ну и соответственно толкатели вы видели здесь полно толкать ли ну и по всей модели все это дело было зачищено вот новичку я такую модель не посоветую потому что ну все таки здесь придется попилить потрудиться приложить свои силы так сказать я думаю что на этом фильме закончу и соответственно в следующих сериях мы приступим к покраске частичной отдельно ходовую вот этой гаубицы вот на на базе к в 1с ну соответственно и потихонечку катки ну и все остальное что к этому прилагается всем пока спасибо увидимся до скорых встреч а